Всем здравствуйте! За новостями о здоровье Бориса Моисеева наблюдает вся страна. В сообщения приходит одно тревожнее другого. Говорят, что жизненные силы дитя порока оставляют желать лучшего. Светский журналист и участник телевизионных ток-шоу Денис Сорокин подтвердил эту информацию. «Я знаю, что нынешнему окружению певца не очень нравится, что тему здоровья, а точнее болезни Бориса Моисеева вновь подняли в прессе», рассказывает светский журналист Денис Сорокин. Но на самом деле все, о чем говорят, очень близко к истине. Если бы Борис чувствовал себя неплохо, то его непременно бы показали. Но этого не делают? Почему это происходит, наверное, все понимают. Все люди, которые близки к шоу-бизнесу, знают, Боря угасает на глазах. Его курируют врачи. Но близкому окружению сказали, улучшение невозможно. Можно только на какое-то время стабилизировать. Но прежним Моисеев, к сожалению, не будет никогда, отмечает Денис. Журналист рассказал о своих впечатлениях от последних встреч с Борисом Моисеевым. «Я много раз видел его на светских мероприятиях уже после инсульта. Он был на концерте Филиппа Киркорова, на презентации альбома «Азизы». Тогда еще Моисеев был в неплохом здравии. Хотя речь не вернулась полностью. А после мы встретились в театре у Бабкиной, где он продавал билеты во время одной из звездных акций. Уже тогда было понятно, произошли изменения далеко не в лучшую сторону. Борис уже почти не говорил. А еще на его щеке появилась родинка. Говорили, что это онкология. После этого в свет он не выходил. «На прошлой неделе я разговаривал с его бывшим продюсером Евгением Фридляндом, который сделал Моисеева большой звездой», — говорит Денис Сорокин. Тот предлагал певцу помощь в реабилитации, но Борис сам отказался. К чему это привело, мы все видим. Одно понятно. Если бы Моисеев был в более-менее, он бы продолжал появляться на людях. Потому как без внимания публики он гениальный артист, жить никогда не мог. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и комментируйте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok